С ноября появилась ответственность за навязывание дополнительных товаров и услуг. Такая деятельность была запрещена и раньше, но теперь запрет подкрепили штрафами. Это очень актуальная тема, когда мы с вами сталкивались с историей, когда ты приходишь в банк, предположим, получить кредит, а тебе говорят, слушайте, ты кредит получишь, но тебе для этого нужно дополнительно оформить страховку, тебе нужно оформить карточку, ты можешь положить какие-то денежные средства на счет, либо в автосалоне, ты покупаешь машину, тебе тоже нужно, пожалуйста, страховочку, только тогда мы тебе продадим машину по этой цене, либо какой-нибудь договор на оказание юридических услуг, вот без этого не будет. И понятно, что проблематика была давно, и, собственно, в законе защиты прав потребителей норма о том, что запрещено потребителю навязывать дополнительные услуги, она была давно. Но, как мы с вами знаем, что может быть норма, но без соответствующей ответственности, меры ответственности эта норма может не работать. Отныне, если подобное будет установлено, то штраф для юридических лиц составит до 40 тысяч рублей. Причем законодатель не использует терминологию «навязывать», он использует термин «обуславливать». То есть, если приобретение одного товара обуславливается необходимостью приобретения другого, то теперь юридическое лицо несет самостоятельную ответственность. В то же время появилась ответственность и за необоснованный отказ в рассмотрении претензий потребителя о нарушениях. Здесь максимальный штраф уже до 300 тысяч. В связи с этим юристы ожидают волну потребительского экстремизма. В юридической среде под потребительским экстремизмом понимаются действия групп потребителей, направленные не для того, чтобы урегулировать или восстановить нарушенные права, направленные исключительно на собственное обогащение, благодаря неким лазейкам в законе. У нас действительно законодательство очень пропотребительское, то есть у нас закон о защите прав потребительских, если честно, драконовский. И он очень сильно перекошен именно в сторону потребителей. Многие недобросовестные юристы и так далее пользуются этим законом именно для того, чтобы терроризировать, скажем, продавцов. С 3 ноября расширяется внесудебная процедура банкротства. Если раньше обращаться с заявлением о признании банкротом и списании долгов во внесудебном порядке, могли граждане за должностью от 50 до 500 тысяч рублей, то теперь границы этой суммы увеличили. Сейчас эта сумма от 25 тысяч рублей не менее и не более миллиона. То есть мы видим, что действительно потребность в такой процедуре у большего количества людей, которые изначально не укладывали сумму в вилку 50-500. Второй момент. Теперь в эту процедуру попадают лица, которые получают пенсии, либо пособия, которые они получают при рождении ребенка, либо за воспитанием ребенка. Пенсионеры и граждане, получающие пособия, но не имеющие имущества, могут подать заявление на внесудебное признание банкротом через год после начала принудительного взыскания долга, а другие категории через 7 лет. С начала ноября планируется вернуть обязательства по установке антиблокировочных системной, производимой в России автомобили. Разрешено было производить автомобили без такой системы, но теперь законодатель решил снова вернуться к вопросу о безопасности нашего дорожного движения. Кроме того, планируется изменить минимальный уровень требований к двигателю. Сейчас требование это евро ноль, а будет требование евро два. Но, вероятно, его послабление продлят все-таки до февраля 2024 года, и только с февраля 2024 это требование вступит в силу. 29 ноября истекает срок, в течение которого управляющие организации ТСЖ и ЖСК должны привести свои уставы и договоры управления в соответствии с новым законом о техобслуживании газового оборудования. Согласно документу, и внутридомовые, и внутриквартирные газовые сети будет обслуживать одна организация газораспределительная. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События.